Лежат материалы и инструменты, а рабочих нет. Крышу на Грибоедово 41 начали восстанавливать практически сразу. Но потом работы почему-то резко прекратились. А квартиры, которые прошли испытания, огнем залило июльскими дождями. Александре Федоровне через два года исполнится 90 лет. Она, чтобы получить эту квартиру, в доме на Грибоедово 41 сама носила цемент и кирпичи на стройку. Александра Федоровна пережила Великую Отечественную, а теперь вынуждена выживать в нечеловеческих условиях. В квартире пахнет сыростью, на потолке завелся грибок. После каждого дождя дом переживает потоп. Льет и в подъезд, и в квартиры. На лестничной площадке начала смываться штукатурка. Некоторые жильцы стали делать ремонт не потому, что хотят, чтобы дома было красиво. Просто боятся, что замкнет проводка и случится еще один пожар, или потолок начнет сыпаться на голову. Елена Абрамова подсчитывает убытки. Полученных 30 тысяч рублей компенсации едва ли хватит только на замену проводки. А у нее в квартире после пожара пострадала бытовая техника. Пришлось выбросить залитую водой мебель и одежду. Как жить дальше, семья не знает. Начали ремонт. Стены отходят, проводку приходится менять заново, потому что она не работает частично. А та, которая работает, ей просто пользуются страшно. Затапливает, проходит, проливает по стенам. Соответственно, там, где было пролито пожаром, льет и дождь. Пожар в доме на Грибоедово случился месяц назад, 22 июня. Жители уже писали во все инстанции, чтобы крышу поскорее отремонтировали. Но дело так и не сдвинулось с мертвой точки. Дина из лева, Игорь Глотов, телекомпания «Город».